Всем привет! Прислали мне на обзор смартфон DOOGEE T5. Давайте посмотрим, что он себя представляет. Поговорим о плюсах и минусах его. Насчет дизайна данного смартфона, это вещь, конечно, спорная. Кому-то нравится, кому-то нет. Но могу сказать, что данный дизайн встречается на многих китайских смартфонах. В частности, даже у меня был на обзоре Yuhans 200. Такой же дизайн, но здесь есть отличия. Для начала давайте поговорим о технических характеристиках и посмотрим на комплект поставки. Здесь у нас, в принципе, основное написано. Давайте мы лучше откроем коробку. Коробка у нас картонная, черного цвета. Здесь лежал у нас смартфон. Как видите, камера на 13 Мп. Указывается, что модуль Samsung. Про качество вам расскажу. Также могу отметить наличие 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной. И аккумулятор. Аккумулятор здесь емкий, 4500 мАч, что для экрана 5 дюймов с разрешением HD должно быть ОК. Сразу о цене. Данный смартфон на момент обзора в среднем стоит где-то 230 долларов на Гербесте и Алиэкспрессе. Это без учетов различных купонов. С купонами, я думаю, можно найти и за 200 долларов. Итак, давайте посмотрим на комплект поставки. Во-первых, здесь в комплекте у нас идет такая вот отверточка. Боковые накладки. По умолчанию стояли именно они, как видите, металлические, с пластиковыми вставками. Что касается данных накладок, давайте я сразу взвешу. Каждая накладка весит у нас практически 15 грамм. То есть, в сумме это у нас 30 грамм. Также в комплекте винтики были запасные. Здесь же мы видим пластиковую крышку. Пластик достаточно плотный. Рифленая. Снизу у нас давайте посмотрим, что есть. Здесь у нас такая коробочка. В комплекте у нас зарядное устройство. 5 вольт, 2 ампера. Время зарядки. Первые 30 минут смартфон заряжается на 24%, за час на 47%. И полностью смартфон у нас заряжается за 3 часа. Также в комплекте у нас идет OTG кабель, обычный microUSB кабель черного цвета, инструкции, защитная пленка. Одна уже была наклеена на смартфон. Весит смартфон 239 грамм. Если поставить металлические накладки, то весить он будет 263 грамма. Сейчас же стоят у нас пластиковые накладки черного цвета. С ними мне больше нравится, как выглядит смартфон. Да и по весу они заметно меньше весят. Давайте посмотрим на внешний вид данного смартфона. Здесь у нас съемная крышка. Указывается, что здесь кожа. По ощущениям мягкая поверхность. Действительно может быть кожаная. По крайней мере, такой прям грубокитачный, не воняет. Также обратите внимание, здесь даже есть строчка тканевая. Различные металлические вставки. Причем все эти набалдашники у нас снимаются. Как видите, здесь 4 винта. Так и здесь. В случае, если снять эту накладку, то смотреться это будет не очень. Потому что будет много всяких отверстий. Вспышка светит по яркости средняя. И камер на 13 мегапиксель. Диафрагма 2.2. Модуль Samsung указывает. Здесь же у нас основной динамик. Давайте посмотрим на торцы. Сверху у нас под заглушками находится 3,5 мм разъем наушники. И здесь же у нас разъем micro USB. Что касается данных заглушек. Как видите, когда мы их отодвигаем, они не мешают. То есть, спокойно вставляем кабель. Заглушки довольно-таки толстые. Сидят очень хорошо. То есть, никаких проблем с ними не должно быть. Вообще, смартфон имеет защиту IP67. То есть, он полностью пылезащищенный. Также можно его погружать на метр кратковременно в воду. То есть, есть защита от воды. На другом торце у нас ничего нет. Три винта, с помощью которых прикручивается накладка боковая. Также она еще крепится сверху и снизу. Снизу мы видим основной микрофон. Здесь он один, по крайней мере, второй дырки не вижу. На другом торце у нас кнопка включения и выключения питания. Регулировка громкости. Кнопки сжимаются щелчком. Приятный ход. Не болтается. Повторю, сейчас накладка у нас пластиковая, черного цвета. Смотрится с ней смартфон, мне кажется, даже лучше. Но сверху у нас, в принципе, все стандартно. Фронтальная камера, 5 Мп, растянутая до 8 Мп. Различные датчики, разговорный динамик. Что касается разговорного динамика, давайте сразу расскажу. По качеству и громкости. По громкости средней. Если мы говорим про средний прием сигнала и сеть 2G. В случае включения 3G, хорошего приема сигнала, громкость, на удивление, выше среднего. Но по качеству это обычная звонилка кнопочная. То есть, никакого объемного звука, передачи тембра голоса здесь нет. По работе микрофона, в принципе, то же самое. То есть, никак выделить я не могу. Этот смартфон обычная звонилка. Снизу у нас сенсорные кнопки. Опять же, очень странно, что до сих пор лепят кнопку меню. Вызов последних запущенных приложений у нас долгим тапом по кнопке домой. Давайте снимем крышку. Здесь есть соответствующая выемка. Такая у нас крышка. Обратите внимание на торцы. Все вроде бы аккуратненько у нас затянуто. Опять же, как я говорил, снимается задняя металлическая эмблема. Причем надо открутить 4 винта и также еще 2 изнутри. Ну и также мы можем снять вот эту вот накладку. Под крышкой у нас находится, как я вам говорил, основной динамик. Он прикрыт такой вот пленкой, чтобы не попадала вода. И также у нас здесь есть резиновая прокладка. Ну то есть реально здесь есть защита от воды. Не просто так. Это может быть для кого-то плюсом. Здесь довольно-таки приличные боковые рамки. То есть он противоударный. Также у нас торцы. Заметно выступают. Я думаю, с экраном ничего не будет, даже если он упадет. Ну давайте посмотрим более внимательно. Снимем батарейку. Батарейка на 4500 мАч. Давайте посмотрим по весу. Сколько она весит? Практически 69 грамм. Довольно-таки тяжелая. Давайте посмотрим внимательно, что у нас под батарейкой. Здесь у нас разъем под microSD карточку. И здесь же у нас два слота. Не знаю, вам будет видно или нет. Один под другим. Сверху у нас полноценная симка. Снизу у нас microSIM. Корпусу претензий нет. То есть не скрипит, не продавливается ничего. В этом плане все у нас хорошо. Давайте поставим обратно батарейку. И покажу вам, как выглядит данная крышка. Насколько можно уменьшить вес данного смартфона. Мы сняли сейчас резиновую прокладку. Можно уменьшить вес до 213 грамм. Как я вам говорил, экран у нас 5-дюймовый. Здесь у нас довольно-таки приличные боковые рамки. Но опять же это в угоду защиты в случае падения смартфона. По экрану. Экран у нас имеет разрешение 720p IPS матрица. Что касается качества данного экрана. Во-первых, о яркости. Яркость здесь максимально приличная. На ярком солнце все прекрасно видно. Я думаю, яркость даже выше 500 нит. В этом плане все хорошо. Что касается цветопередачи. Здесь могу отметить, что цветовая температура завышена. То есть, в районе 8000 кельнов, может даже и выше. Для любителей белого, скажем так, ближе к синему. Что касается углов обзора. Здесь, в принципе, типичная IPS матрица бюджетная. То есть, под одним углом экран у нас желтит. Под другим синит. Под определенным углом даже есть небольшая совсем инверция цвета. То есть, явно здесь экран бюджетный. Если мы будем смотреть прямо и под небольшим углом, то никаких проблем вы не заметите. Единственное, только повторюсь, здесь цветовая температура заметно завышена. То есть, экран у нас даже начинает немножко синеть. С экраном, я думаю, мы разобрались. Здесь, повторюсь, наклеенная защитная пленка. Вторая у нас есть в комплекте. Наклеенная, кстати, не очень хорошо. Здесь у нас какие-то есть пылинки под экраном. И здесь тоже также есть пылинка. Что касается олеофобного покрытия, на пленке его нет. Под пленкой также его нет. Давайте вам пару слов расскажу про железо. Здесь, в принципе, уже всем известный чип стоит. 67-53, то есть, это 1,3 ГГц. Cortex-A53. По графике Mali-720. Трехъядерная, 60 Гц. По оперативной памяти, как я вам говорил, 3 ГБ. Давайте посмотрим, сколько доступно пользователю для разработчиков. Работающее приложение. Свободно после перезагрузки 2,4 ГБ. В среднем, по мере использования смартфона, становится свободным около 2 ГБ. То есть, в этом плане все у нас хорошо. Что касается встроенной памяти, здесь версия на 32 ГБ. Доступна чуть больше 26 ГБ. Давайте пару слов про синтетику. Быстренько пройдемся. И перейдем, что называется, к практике. В Кикбенче можете посмотреть результат. По памяти здесь она, опять же, средняя. Но, с другой стороны, для данного смартфона, данной ценовой категории, неплохая. То есть, скорость чтения 220 ГБ. Случайное чтение, случайной записи, как видите, 22 и 11. Antutu 37 тысяч баллов. По сенсорам здесь даже есть компас. Для смартфона данной ценовой категории это редкое явление. В том же Boosty 3 компаса у нас нет. Что касается самого компаса. Несмотря на то, что он даже здесь есть, но он зараза показывает неверное направление. Возможно, как-то его можно откалибровать. Но, кручу в одну сторону смартфон, стрелка уходит у нас в другую сторону. По GPS. В помещении ловит 5 из 7 спутников. Точность 5 метров. Неплохо видит ГЛОНАСС. Но, в сравнении с более дорогими моделями, с тем же ЧС-10, тот у нас видел в этом же помещении в это же время 14 спутников. Но, могу отметить, что точность вроде бы неплохая, но находит спутники не быстро. Причем, иногда бывает кратковременная потеря сигнала. При этом, точка у нас не перемещается. То есть, находится в этой же зоне. Но, просто увеличивается радиус. Когда я тестировал в Epic Citadel, автономность, опять же, посмотрел на нагрев. Смартфончик греется. Причем, довольно-таки прилично. Посмотрите, температура батареи 51 градус. По остальным датчикам выше 50 градусов. Но, если учитывать то, что смартфон довольно-таки толстый, есть пластиковые вставки, крышка, то особо нагрев вы не ощутите. Единственное, только греется заметно металлическая задняя эмблема, если вы поставите соответствующую крышку. Ну, то есть, смартфончик, могу сказать, что греется. Давайте перейдем к скорости работы в интерфейсе. Потом покажу вам, что у нас с играми. Что касается интерфейса, в принципе, данный чип Mediatek неплохо оптимизирован. Здесь у нас стоит Android 6.0. Изменения. Ну, шторка. Иконки у нас поменялись. И настройки у нас темный цвет выбран. Так, в основном у нас чистый Android. Версия 6.0. Кстати, есть обновление небольшое на 800 килобайт, но оно почему-то не ставится. Причем оно не ставится, как я понял, у всех, кто получил данный смартфон. Запускается все довольно-таки плавно, быстро. Давайте мы откроем Google+. Опять же, если вы не нагружаете смартфон, то есть, не выполняете какие-то параллельные два действия, то есть, допустим, что-то обновляете с Play Market, либо еще что-то, то смартфончик ведет себя очень хорошо в плане скорости. Как только мы его загружаем несколькими приложениями, то могут возникать небольшие лаги. По скроллу давайте посмотрим. На удивление неплохо. Рывков нет. Твиттер. В твиттере, если быстро листать, то лаги будут встречаться. Если обычно, медленно, то неплохо, быстро. Небольшие есть. Ну, то есть, могу сказать, что по скорости работы в интерфейсе смартфон неплохо работает. Многим в этом плане смартфон понравится. Что касается игрушек, я думаю, чип всем уже хорошо известен, но здесь, благо, разрешение не Full HD, а 720p, и даже игрушки можно какие-то поиграть. Тот же Asphalt 8 на максимальном уровне графики идет в средний 28 FPS, стабильность 96, то есть, все хорошо. Reclass Racing также на максимальной графике 42 FPS, стабильность 74, ниже 37 FPS у нас не проседало. Давайте откроем, покажу. Все хорошо в этом плане. Дальше пойдем Анкилет. Вот Анкилет на максимальном уровне графики у нас средний, сейчас посмотрим, по-моему, было, да, 20 FPS, здесь уже есть проседание и до 15, то есть, неиграбельно, но если вы ставите средний уровень графики, то уже 29 FPS, и, как видите, стабильно, ниже 25 FPS у нас не опускался. Ну, то есть, какие-то игрушки поиграть можно спокойно, какие-то даже на максимальном уровне графики. Некоторые, как Анкилет, придется поставить средний уровень графики. Что касается танчиков, здесь Mali не очень оптимизировано, в принципе, стандартное явление. Ну, то есть, Mali 720, в принципе, для HD разрешения вполне ок. С Full HD уже игрушки особо не поиграете. Про звук давайте поговорим. Здесь у нас следующее. Если вы ставите настройки по умолчанию, улучшение звука. Сейчас у меня выключен усилитель громкости динамика. Значит, по громкости он средний, чуть ниже среднего. Если мы выключаем усилитель громкости, действительно, звук становится громче. Но динамик здесь вот просто бюджетный, из бюджетников. Начинает звенеть, греметь, в общем, издавать всякие неприятные звуки. Если вы включаете усилитель громкости, то еще хуже. Тут лучше названо, кстати, обычную какую-то встроенную мелодию, чтобы не было у нас перегрузов. Ну, то есть, динамик здесь основной плохой, мягко говоря. По качеству звучания в наушниках. В принципе, все то же самое для данного чипа. Звук у нас встроенный. По качеству, значит, запаса по громкости нет. И по качеству звук у нас не объемный, такой вот глухой, не детальный. Ну, то есть, обычное звучание для людей, которые особо не разбираются в качестве звука. Давайте перейдем к следующей части. Поговорим про автономность. Здесь у нас аккумулятор емкостью 4500 мАч. Я протестировал в нескольких режимах. Для начала давайте. Начнем, наверное, с YouTube. Час работы экрана. Максимальная яркость. Смартфон сел у нас на 14%. Итого, он крутил около 7 часов. Что касается игрового теста. За час работы экрана, Epic Citadel сел на 23%. То есть, хватит его на 4 часа игрушек. При этом, яркость была максимальная. В случае неконвертированного видео, MKV 720p, за час работы экрана, смартфон сел на 11%. То есть, итого, он видел, крутил 8,5 часов. Что касается смешанного режима использования. И разряда фоне. В случае выключения передачи данных, но 3G-сеть у нас была включена. Смартфон сел буквально на 2% за ночь. Это неплохо. То есть, в фоне как такового разряда нет. А в смешанном режиме использованы. Вот, допустим, 5,5 часов работы экрана. Это было и LTE, и Wi-Fi, и даже игрушки были. Смешанный режим. И осталось еще 20%. Ну, можно рассчитывать на около 7 часов работы экрана. Это, опять же, неплохо. То есть, по автономности, здесь неплохие показания. Точно больше 6 часов работы экрана. Опять же, зависит от того, как вы будете его использовать. Давайте перейдем к камере. Камера на 13 Мп. Интерфейс, опять же, всем хорошо знаком. Можно выставить и 16 Мп растянутые. Давайте вам покажу. Вот 16. Фронталка на 5, а растянутые можно быть 8. Есть даже HDR. Что касается качества. Давайте открою примеры фото. Что я заметил. Если мы говорим про фото днем. Если посмотреть на небо, видны у нас шумы. То есть, алгоритмы постобработки у нас не очень хорошие. Также заметил, что в случае фотографирования днем, по крайней мере, часто встречается размытие по краям. Зона нерезкости. По балансу белого вроде бы все неплохо. То есть, цвета естественные. Здесь указано, что у нас вроде бы фазовый автофокус. Но не знаю насчет фазовый, не фазовый. Но камера фокусируется не очень. То есть, в нем можно получить даже смазанный кадр. В случае плохого освещения, в принципе, все стандартно. Много шумов. Явно все бюджетненько. В этом плане никаких прорывов нет. Если кратко, камера бюджетная. В принципе, ожидаемая для данного смартфона. Давайте вам продемонстрирую работу тачскрина. По краям. Как видите, сигнал не пропадает. Мульти-тач также не прерывается. В общем, косяков с этим нет. Ну, давайте подведем итоги. Плюсы данного смартфона. Опять же, это, конечно, на любителя. Это его внешний вид. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но в любом случае сделано все неплохо. То есть, ничего не скрипит, не продавливается. Можно заменить различные части смартфона. Кому-то нравится металлическая рама, периметра. Кому-то понравится пластикового черного цвета. Поменять крышку. Все это сделать можно. Аккумулятор здесь неплохой. Неплохая автономность. Также с плюсов могу отметить то, что за время тестирования не было никаких софтовых багов. То есть, смартфон не перезагружался, не зависал, приложения не вылетали. По уровню приема сотового сигнала LTE работает. Но единственный момент, опять же, в сравнении с более дорогими смартфонами. Не так часто держит LTE. Чаще всего скатывается в 3G. Иногда даже в 2G. В общем, про плюсы и минусы данного смартфона я вам рассказал. Я думаю, он, безусловно, найдет своего покупателя. Кому-то приглянется дизайн. Кому-то понравится то, что он имеет защиту от воды. То, что он противоударный. Я думаю, таких людей будет достаточно. Кому-то это будет важно. Кому-то, например, не очень важно качество звучания в наушниках. Качество основной камер снимает, фотка. Это, в принципе, на экране можно все рассмотреть. И достаточно. По цене со скидками, я думаю, можно найти за 200 долларов. Цена может еще быть ниже. Все. Всем спасибо за внимание. Это был обзор смартфона DOOGEE T5.